Виктор Синёк, Мультимедийный информационный центр «Известия». У меня два вопроса. Один про зарубежные счета, но скорее не прочитал, а про форму, в которой это было сделано. Скажите, пожалуйста, сначала о них не было известно, были поданы документы, потом о них известно стало, потом вы сказали, что была ошибка банка и так далее, и так далее. Сейчас вы говорите, что это деньги на лечение. Почему нельзя было изначально сказать, да, я кандидат, у меня есть счета, я их закрою, а не вот в такой форме всё это подавать, и не по такой системе. И второй вопрос. Скажите, пожалуйста, в 2016 году ваше предприятие, Павел Николаевич, ваше предприятие вам и вашему сыну выплатило по 37 миллионов рублей. Они по спарку проходят как подарки, по коду проходят как подарки. При этом вчера вы сказали в интервью, что 22 года вы не получали дивидендов совсем. Что это было? Это что за премии? Это скрытые дивиденды или что-нибудь ещё? Спасибо. Вопросы Павел Николаевича. Я не совсем понял вопрос. Ещё раз уточните. Моё предприятие выплатило мне и моему сыну по 37 миллионов рублей? Вы что-то перепутали. Это неправда. Это неправда, потому что я сейчас вам объясню, почему. Моё предприятие – совхоз имени Ленина. Совхоз имени Ленина платит мне заработную плату. Если вы внимательно почитаете мой фонд заработной платы, а мой сын, если вы имеете в виду моего младшего сына Антона, то он работает начальником отдела аренды, не мог получить от совхоза такие деньги. Это немыслимо просто. Поэтому, подождите секунду, подождите, подождите, дайте я вам отвечу. Поэтому, если вы имеете в виду моё предприятие, то вы обманули тут вот сейчас общественность. Что касается второго вопроса, ещё раз. 28 числа в соответствии с законодательством счета были закрыты. Но для того, чтобы уточнить, после того, как появились вот эти транзитные счета, я вам это объяснял уже, да? Значит, взяли специальное время, это не противоречит закону. Уточняющие сведения не противоречат закону. На день моей официальной регистрации, когда проверили всё. Никаких проблем с моими счетами не было, поэтому ЦИК меня зарегистрировал. И вы должны понять, что специально так написан закон. Тем более, что вы должны знать, что есть вещи, которые внутри банка происходят, и ты даже об этом не знаешь. Вот вы думаете, вы там дали какую-то команду банку, он не сразу это делает через транзитные счета. А вот этих транзитных счетах я действительно не знал. Это вам понятно? Мне понятно вопрос. Спасибо. Почему форма изначально была такая, чтобы мы это сказали в конце. Следующий вопрос. Что касается, чтобы я не обманывал... Следующий вопрос. Вопрос исчерпан. Геннадий Андреевич, сейчас уже логанец закончит. Вопрос исчерпан. Мы дальше не будем отвечать на вашему совхозу. Пожалуйста, следующее. Предприятие ООТТ-девелопмент. Я говорю о своем предприятии. А предприятие ТТ-девелопмент это совершенно другое предприятие. Там 80... Послушайте меня до конца. Вы же внимательно читаете то, что там написано. ТТ-девелопмент это предприятие, которое бы первоначально создано с одной японской корпоратной, а потом перешло в совхоз и 88% принадлежит совхозу. Но это предприятие перечисляет дивиденды. Вы про совхоз имени Ленина говорите? Ну вот и все. А я говорю о своем предприятии, в котором я работаю. Совхоз имени Ленина. К ТТ-девелопменту я днесу 4% моих акций. Спасибо вам.